В этот день 27 сентября родились. Стефан Баторий – король Речи Посполитой. Он известен как победитель царя Ивана Грозного в долгой Ливонской войне. Они состояли в переписке, причем однажды Стефан Баторий даже вызывал русского царя на дуэль. Софья Алексеевна Романова – дочь царя Алексея Михайловича и реген при младших братьях Петре и Иване. Царевна Софья как бы открывала своим правлением 18 век – век женщин на русском престоле. Старшая сестра Петра Великого, она напоминала его пытливым умом, жаждой власти и неуедной энергией. Как все царевны, она училась слову Божию и рукоделию, сохранился ковер, вышитый ею. Но кроме этого, Софья попросила, чтобы ее обучали прочим высоким наукам. Ей в учителя был дан сам Симеон Полоцкий. Под его руководством царевна начала писать стихи, выучила латынь, польский. Она стала ригнейшей при малолетних братьях и проявила себя выдающейся правительницей. Именно при ней была открыта Славяно-Греко-Латинская Академия, первый вуз России, был подписан мирный договор с Китаем и выгодный вечный мир с Польшей. Также 27 сентября родились Ефим Щеденко, революционер, один из создателей в годы Гражданской войны, знаменитой Первой конной армии. Генерал-лейтенант Владимир Маймайевский, один из лидеров Белого движения. Будущий белый генерал родился в семье дворян Могилевской губернии, окончил академию генштаба и к началу 20 века добрался до руководящей должности в армии. Маймайевский прошел и русско-японскую войну, и Первую мировую, но по-настоящему прославился на полях Гражданской войны. После Октябрьской революции Владимир Зинонович сбежал на Дон, где поступил в добровольческую армию Динникина. Опытные офицеры были нужны, поэтому Маймайевского поставили руководить сначала отрядом, потом корпусом, а в 1919 году и всей добровольческой армией, созданной на базе Донецкой группы. Владимир Зинонович командовал солдатами, оборонявшими Донецкий каменноугольный бассейн от большевиков. После шестимесячных успешных оборонительных боев армия под руководством Маймайевского перешла в наступление, которое должно было закончиться взятием Москвы. Динникин даже предлагал генерала на пост будущего министра армии и флота. Белые дошли до Киева, Орла, Баронежа, но дальше Красная армия перехватила инициативу, ударив прежде всего недавно созданной Первой конной армией Буденова. Маймайевского сняли. Сам генерал крайне тяжело переживал поражение от большевиков. В тот самый день, когда Белая армия покидала Крым, садясь на последние пароходы до Константинополя, Маймайевского хватил удар. Он умер, когда рухнули последние надежды. В этот день, 27 сентября 1783 года, на воду спущен первенец Черноморского флота России парусный корабль «Слава Екатерины». 27 сентября 1794 года 33-летний офицер Барклайда Толи получил Георгиевский орден 4-й степени. За неполные 20 лет он соберет оставшиеся три степени этой высшей военной награды. Таких, как он, будет всего 4 человека в российской истории. 27 сентября 1638 года выдающийся конструктор Сергей Королев приговорен к 10 годам заключения. 27 сентября 1742 года нацистами уничтожено гетто в Иванове, Брестской области. Сложно перечислить все зверства, которые гитлеровцы творили на захваченных ими территориях. История еврейского гетто в городке Иванове, Брестской области, одна из жутких страниц Великой Отечественной. Даже до начала Второй мировой войны половину населения Иванова составляли евреи. А когда немцы захватили Польшу, то и оттуда много кто бежал в этот маленький городок. Беженцы рассказывали о зверствах нацистов, но им мало верили. Так фантастично звучали эти истории. Но в июне 1941 года силы вермахта вторглись и на территорию СССР. И Брестская область первой попала под удар. Немцы очень боялись еврейского сопротивления, поэтому в Иванове было несколько акций по уничтожению боеспособных евреев-мужчин в возрасте от 15 до 50 лет. В августе 1941 года за городом в урочище Боровица расстреляли 400 человек. И это только одна из немногих акций. В марте 1942 года всех евреев согнали в специально созданное гетто. Через полгода все население Ивановского гетто и женщины, детей и стариков вывезли за город, заставили раздеться, спуститься в ров и после этого хладнокровно расстреляли. За два осенних вечера таким образом убили более 3,5 тысяч беззащитных людей. После войны государственная комиссия даже не смогла составить полные списки убитых в Иванове, потому что, как было заключено, на территории поголовно было уничтожено все еврейское население. 27 сентября 1777 года состоялся запуск печально известной Чернобыльской атомной электростанции. Таким был этот день 27 сентября. Субтитры создавал DimaTorzok